И это не совсем картина. Зачем в ванной стеклянная стена? Традиционные размеры кухни устарели. Это не просто обзор квартиры, где я живу, и обзор интерьера, который я надизайнерила, а я хочу сделать из этого видео такую инструкцию, чтобы вы могли взять понравившиеся решения себе и применить их в своем интерьере, если вам это необходимо, со ссылками, паролями, явками в описании. И еще по ходу этого видео будут постоянно вступать подсказки на мои предыдущие ролики, где я более подробно рассказываю про то или иное решение, которое было здесь реализовано. Квартира разделена на две зоны. Общественная зона, сюда входит кухня, гостиная, гостевой санузел и прихожая. И, так сказать, личная зона, это зона спальни и хозяйского санузла, которое я вам покажу чуть попозже. Здесь достаточно много шкафов, но гардеробной здесь нет. Я от нее отказалась в пользу открытых пространств. Еще в квартире нет хозблока. Изначально я думала разместить его в гостевом санузле, но потом отказалась от этого решения в пользу двух полноценных санузлов, а стиральную сушильную машинку разместила в коридоре-прихожей вот за этим шкафом. Первое, что видишь, заходя в квартиру, это вот такая перегородка. И у меня на то, чтобы она здесь располагалась между прихожей и гостиной, пять причин. Первая причина — это курьеры, которые гипотетически могут заглянуть внутрь квартиры. Несмотря на то, что у них есть буферная зона, некоторые все равно могут что-то вносить прямо до порога. И хотелось этой перегородкой оградить их от взгляда на оставшую часть квартиры. Это вообще очень важный принцип, который нужно соблюдать при проектировании и планировании пространства, когда вы малознакомых или вообще посторонних людей ограждаете от вашей жизнедеятельности. То есть люди с порога не могут видеть, как вы играете с детьми или ходите по дому в пижаме или в халате. Вторая причина — это то, что тут по логике пространства требовалось зонирование. Третья причина — это декоративное. Необходимо было создать динамику из этих рей, которые как будто бы отрываются от стены с увеличивающимся интервалом. И еще они закрывают вот этот вот большой темный кубик прихожей. Четвертая причина — это то, что в прихожей все-таки хочется иметь какую-то горизонтальную высоте вытянутой руки, бросить сюда перчатки, ключи или сложить что-то вот в такой вот ящик. А пятая причина — это необходимость органично встроить ростовое зеркало, чтобы можно было посмотреть на себя перед выходом. И на этой конструкции зеркало находится с двух сторон, чтобы на фоне черного кубика появились два контрастных к темному цвету прямоугольника, перерезающие его и задающие разнообразие со стороны гостиной. Получилась хорошая завершенная зона кубиком, которая не смотрится монотонно за счет этой конструкции. В квартире вообще все зонирование выполнено с помощью вот таких вот больших кубиков. Кубик прихожей. Здесь на стенах краска Little Green, которая заколирована по NCS в точно такой же оттенок, в какой заколированы фасады шкафов. И из-за этого возникает ощущение вот этого монолитного кубика темно-серого цвета. Достаточно темного для того, чтобы вы сейчас испугались, выключили YouTube, закрыли компьютер и на всякий случай уехали из города. И я понимаю многих напугавшихся темного цвета, потому что когда-то давно я тоже с большой опаской относилась к темным пространствам, пока не пожила в темных отельных номерах. И на себе не прочувствовала вот это ощущение, как темные интерьеры как будто бы накрывают пледиком и говорят, что все хорошо, ты в своей пещерке, ты здесь можешь расслабиться, здесь безопасно. Темные пространства делают помещения камерными, в отличие от светлых интерьеров, которые открывают пространство. Но поскольку темные пространства все-таки больше расслабляют и настраивают на отдых, я бы не стала рекомендовать делать темными помещения, в которых нужно бодриться и просыпаться. Несмотря на занижение высоты потолка, двери до потолка сохраняют ощущение высоты. Двери здесь скрыты под покраску в тон стен и без наличников. Это двери Secret от Academy. И здесь я выбрала очень красивые итальянские ручки, которые мне очень нравятся. И здесь еще есть магнитный язычок, который прячется, когда дверь открыта. А еще смотрите, какую штуку я здесь делала. Это скрытый стоппер магнитный. Он улавливает дверь, а потом прячется, когда дверь закрывается. И об него невозможно удариться мизинцем. И еще он не мешает роботу-пылесосу. Вот. Он кручивается в пол и в нижний торец двери. Не торчит и не мешает открыванию дверей шкафа. Я очень часто вижу, что некоторые накручивают какие-то подозрительные пеньки, торчалки на дверь, клеят подушечки на стены. В общем, вот так гораздо лучше. Особенно в минималистичных интерьерах. Входная дверь это вообще отдельная песня. Здесь, помимо того, что можно вывести камеры видеонаблюдения на этот экран, здесь еще можно подключить видеодомофон. И обойтись без этих дополнительных торчалок с трубками, экранами и проводами, которые вечно не подходят по цвету, которые вечно занимают какое-то пространство на гладкой ровной стене. И нужно думать еще, куда их красиво вписать. Здесь все можно вписать в этот экран. Эта дверь называется Penta-iTech от двери Ягуар. И здесь, помимо прочего, можно, например, ночью, если раздражают эти экраны, можно их выключить, и здесь будет такой аккуратный, ровный, минималистичный черный прямоугольник. Поскольку у меня здесь минимализмы все интегрированы и все технические элементы спрятаны, электрощиток тоже спрятан вот за этой картиной, которую я нарисовала специально для того, чтобы спрятать электрощиток. Следующий кубик — это кубик кухни. И здесь на стенах и на потолке краска Designers Guild 19-го оттенка. Кстати, этот бренд я в последнее время очень сильно люблю, потому что у него очень хорошие готовые цветовые решения и очень удобные веера для работы дизайнеров. Кухонный гарнитур состоит из светло-бежевых фасадов, которые приближены к цвету стен, и из темного такого большого кубика, который как бы вдавлен внутрь кухонного гарнитура. И здесь в геометрии кухонного гарнитура находится подсветка рабочей зоны, которая, кстати, абсолютно никак не мешает открыванию дверных фасадов. Кухня здесь достаточно необычной конфигурации. Спасибо кухням нашей марки, что согласились нырнуть со мной в этот эксперимент. И несмотря на то, что у них достаточно сформированный модельный ряд, они оказались гибкими, и мы тут немножко поэкспериментировали. Так вот, что здесь необычного? Многое из того, что я говорила в своих видео про кухни, здесь реализовано. Столешница нестандартной высоты, 1 метр. Удобно людям со средним и высоким ростом. У меня, к слову, рост 177 сантиметров. При такой высоте шея не болит, когда режешь помидорки. А вот 850 стандартный размер, на мой взгляд, многим может быть низок. Глубина кухни увеличенная в 800, а не 600. Поэтому за рабочей зоной в 600 есть еще полки глубиной в 20 сантиметров для всяких штучек в быстром доступе. У меня тут бокалы и стаканы, которые постоянно используются. За счет того же выдвижения кухонного гарнитура на 2 сантиметра вперед, верхние шкафы остались сидеть глубже. И из-за этого при открытии фасадов уже не нужно уворачиваться от этих фасадов, как в фильме «Матрица», чтобы не получить дверцы в лоб. Можно спокойно открыть эту дверцу, как нормальный человек. Столешница из тонкого искусственного камня, без свеса. Все очень красиво, аккуратно и успокаивает мою обеспокоенную такими стыками душу. Розетки интенсивно мимикрируют под фартук и прячутся в торце. Это тоже стало возможно благодаря выдвижению кухни на 20 сантиметров вперед. На черном не видно черных розеток. Но при боковом расположении из зоны гостиной я не вижу даже этих черных наглых пятачков. Сами механизмы расположены в пустотах за холодильником и духовым шкафом. Вытяжки у меня нет. Я по опыту заметила, что в принципе ей не пользуюсь. Да и вообще ничего такого шибко жирного и вонючего не готовлю, что требовало бы присутствия вытяжки. Дальше. Варочная поверхность на две конфорки. Опять же, по опыту заметила, что больше двух конфорок одновременно у меня никогда не включено. И еще. Благодаря тому, что верхние шкафчики находятся глубже обычного, удалось сделать равномерную и полноценную подсветку рабочей зоны с потолка. И удалось это рассчитать прям ровно от края до края. Получилось очень приятное освещение. Сушка и хранение посуды спланированы внизу. Тут мне удобнее оперировать ими из нижнего ящика, потому что наверху, на мой взгляд, должны стоять более легкие вещи. Так и для вас полезно, и для верхних шкафчиков. А вся нагрузка уходит вниз. Да и вообще удобно здесь стоять, когда из посудомойки можно легко достать посуду и выгрузить ее вот в это хранение. Фасады без ручек, поэтому открыть фасады можно, нажав на них, с помощью специального профиля или просто потянув за свес фасада на верхнем ящике. Хотя тут тоже есть специальный профиль. Я пришла к выводу, что такое открывание верхних ящиков через свес фасада самое удобное. Я по опыту заметила, что даже те, кто ставит себе на верхние фасады push to open, все равно стремятся открывать дверцу за нижний торец. Ну и если вы ставите push to open, во-первых, вы грязными руками будете пачкать эти фасады. Ну а во-вторых, вы будете делать гораздо больше движений. То есть нужно нажать, потянуть, потом, чтобы закрыть, нужно опять нажать. Опять же, за счет того, что нижняя часть кухонного гарнитура находится выше, чем обычно, удалось уместить достаточно глубокую раковину. Фильтр обратного осмоса с накопительным баком и измельчитель, достаточно большой, самый большой в своем роде. И при этом сохранить необходимый угол слива. Что касается измельчителя. Я уже затрагивала эту тему в своих предыдущих роликах. И я увидела в комментариях огромное количество мифов. Например, то, что измельчитель зажевывает пальцы. Нет, это неправда. Или то, что измельчитель вредит экологии. Это тоже неправда. Он, наоборот, помогает с экологическими проблемами бороться. Но другой вопрос, что измельчитель можно устанавливать там, где для этого предусмотрены очистные сооружения. Вот. Это основные такие мифы. И на самом деле вопросов на тему измельчителя было очень много. Если вдруг у вас есть какой-то особый интерес к этой теме, я сниму отдельное видео. Пишите в комментариях. С другой стороны барная зона. И она высотой тоже метр. У нее в основании есть хранение, которое тоже можно напихать всякими бутылками. И здесь еще есть станция для робота-пылесоса. И для него специально там внутри еще спланирована розетка. Это тоже все планировалось заранее. Те, кто давно подписан на мой канал и смотрит мои видео, знают, что я неоднократно рекомендовала в своих роликах белые глянцевые фасады для тех, кто ищет самые практичные решения. Так вот, на этой кухне полная противоположность. Здесь темно-серые драматичные матовые фасады и черная столешница. Это самые сложные фасады и столешница в уходе. Но, тем не менее, я пошла на этот шаг осознанно, потому что это красиво и выразительно. На полу, обратите внимание, инженерная доска, которая переходит сюда из гостиной, увеличивая тем самым площадь пола. А размеры помещения мы считываем в первую очередь по полу, который видим. Это объединяет и увеличивает площади двух зон. Например, смотрите, зона коридора считается как полностью отдельная, а зона кухни выделена, но присоединена полом к гостиной, тем самым увеличивая ее за счет себя. Это доска от моего любимого швейцарского производителя Bauwerk. Обрала ее в салоне Омпаркет, в котором уже много лет беру деревянные покрытия для своих проектов. Мне с ними очень комфортно работать. Тут бессучковый паркет. Он лучше всего создает ощущение единого пространства и не добавляет точек и черных пятнышек, создавая ровное монотонное полотно. Но в некоторые интерьеры, конечно, сучки совсем не помешают, так что это не панацея. А еще доска на полу это очень приятное ощущение для ног. Я по дому хожу босиком и тактильные ощущения для меня очень важны. Если я не босиком, это значит, что я не дома. Инженерка еще заведена на лоджию через вот такую вот аккуратную ступеньку. Инженерка эта тонкая и на лоджию она уложена на теплый пол. Производитель специально подготовил эту инженерную доску под укладку на теплый пол. Но если хотите повторить такой акробатический номер у себя, учтите, что под доску можно укладывать не любой кабель, а с определенным ограничением по мощности. Так же, как и на терморегуляторе, должно быть установлено ограничение по температуре. Кстати, полы сделаны без плинтуса, но со специальным герметиком для дерева. Я решила попробовать на себе эту технологию. Сейчас, когда научились хорошо стабилизировать доску, класть ее на HDF-плиту, приклеивать к стяжке, собирать в замки, даже такие стыки мне кажутся лишними. Но посмотрим. В гостиной зоне есть камин. И интересно здесь то, что это электрический камин, который выглядит чрезвычайно реалистично. Происходит это за счет применения специального LED-экрана и звукопотрескивающих дровишек. А еще мне тут очень нравятся искры, которые разлетаются от пылающих полиньев и гаснут в воздухе. Такой эффект есть только в этой модели камина. Поскольку камин электрический, то для него была предусмотрена всего одна розетка, которая находится за шкафом. И, имея на руках все технические чертежи этой модели, мебельщики уже встроили его в шкаф. У этой модели есть специальные углубления и крепления для того, чтобы он встраивался в мебель или в стены. И это не дровяной камин, которому требуются дрова и топка, и не камины на биотопливой, который еле-еле мерцает. Может пахнуть химией и при этом имеет открытый огонь. У меня на даче такой, и, честно сказать, я вот не могу спокойно лечь рядом с ним в креслице и уснуть. Меня все-таки волнует открытое пламя. Я просыпаюсь из этого полудрема и проверяю очаг. А тут я получаю только эффекты для расслабления. Эта модель называется Dimplex Opti V. С Dimplex мне, кстати, очень спокойно работать. Когда я делала проект в Сан-Франциско, где требовался камин, я поставила в проект именно его, потому что это топовый производитель электрокаминов в мире. А когда делаешь проект удаленно, совершенно не хочется экспериментировать. В общем, если в жизни хочется огня, но совершенно не хочется каких-либо заморочек, то, на мой взгляд, это отличный вариант. Этот камин горит у меня почти постоянно. Я ему очень верю и, как женщина, ощущаю какой-то неимоверный покой, что у меня тут в пещере горит неугасающее пламя. Над камином полки и домик для кондиционера. Нужен кондиционер? Открыл фасад. Не нужен? Спрятал его. И все. Нет у тебя кондиционера и не мозолит глаза. Рядом с кондиционером и камином находятся широкоформатные флизелиновые обои под заказ вот такой вот абстрактной каллиграфии. На фоне этой каллиграфии расположен телевизор Samsung, и через тоненький провод он подключен к модулю One Connect, который находится вот в этой тумбочке. И питание, и интернет, и все-все-все заходит в этот модуль, а к телевизору все передается уже по одному тонюсенькому кабелю, который утоплен в штукатурке стены. Я очень люблю каллиграфию. Все вот эти плавные изгибы, и люблю добавлять их в интерьеры, особенно в минимализм. И, кстати, что касается штор. Я специально их сделала с небольшим неспаданием на пол, чтобы вот эта вот мягкая складка контрастировала на фоне четких и продуманных форм минимализма, добавляя уюта и тепла. И, к слову, мой робот-пылесос в этих складках не запутывается. В центре столовой группы есть такой стол, который мне очень нравится. Это классика дизайна. В середине 20 века дизайнер этого стола был уверен, что красивые столы — это столы на одной ножке. А столы с четырьмя ножками — они уже не такие красивые. Вот, в общем-то, я с этой философией очень сильно согласна. Поэтому у меня вот этот стол. Я тоже считаю его очень красивым. Еще здесь есть стулья с мягкими формами и шортиками на ножках. Я очень люблю, когда у стульев текстильное оформление ножек. Вот здесь такие шортики, которые меня очень забавляют. А рядом красивый диванчик на ножках. Специально подбиралась его высота таким образом, чтобы там мог проходить робот-пылесос. Диван, обратите внимание, без раскладного механизма. Диваны без раскладного механизма гораздо удобнее, мягче и смотрятся легче. Когда я работаю с заказчиками, они часто, на случай неожиданной бабушки или спонтанных гостей, просят сделать диван с раскладным механизмом. За счет этого получаются грузные, тяжеловесные, прижатые к полу диваны, которые, в принципе, могут прийтись по вкусу любителям основательной мебели и приземистых форм. Но жить в постоянном ожидании набега визитеров и обустраивать квартиру под гипотетические вероятности – не мой вариант. В случае экстренной атаки гостей этот диван, конечно, можно пересобрать в кубик и уложить их с комфортом. Он модульный, состоит из трех частей и может быть сцеплен как двуспальное лежбище. Но все же, в первую очередь, он предназначен для комфортного дневного отдыха. Выходя из общественной зоны и проходя в зону спальни, мы попадаем сначала в такой как бы предспальник. И он необходим был для того, чтобы у общественной зоны была более правильная геометрия. А здесь в нишах появилось дополнительное хранение для ванны. Ванна находится за моей спиной. Что происходит в этой нише? Значит, здесь хранение до потолка. Сверху находится роутер. Тут разноуровневое хранение. А в нижнем ящике находится вот такой вот выдвижной блок, на который можно встать и что-то достать с самого верха. Еще внутрь можно что-то положить. И еще на него можно сесть для того, чтобы провести косметические процедуры. Потому что напротив в нише тоже хранение до потолка. Здесь зеркало с подсветкой и двумя розетками. Еще здесь есть ящики для всякого важного. А еще здесь есть ящик для отпаривателя. И тут я храню еще вешалку. Эту вешалку вешаю на крючок, который располагается на несущем проеме. И чтобы хоть какая-то была от него польза. Такая высота подходит для того, чтобы отпарить даже самые длинные платья. В общем, очень удобно. Поэтому и появился здесь этот крючок. Рядом с ванной есть тоже небольшой такой зеркальный шкаф, который создает ощущение продолжения пространства. Это все благодаря тому, что в таких вот нишах, если завести зеркало в край и оставить его без рам, будет вот такая вот оптическая иллюзия. Я очень люблю этот прием. И здесь вот такую роль этой оптической иллюзии выполняет этот двухдверный шкафчик. Внутри цветное хранение. Мне очень нравится делать цветное наполнение шкафов. Мне кажется, это очень забавно. Рядом с зеркальным шкафом находится высокая дверь под покраску. И она ведет в ванную, где есть отдельно стоящая раковина, отдельно стоящая ванна и стеклянная стена. Как выбрать себе удобную ванну, я уже рассказывала в другом видео. Поэтому перейду сразу к вопросу по поводу брызг. Я обычно лежу в ванне как тюлень, которому все лень. И вокруг меня не остается никаких брызг. И шторка у меня остается практически сухая. Но если меня сейчас смотрят морские котики, которые любят плескаться и брызгаться, то вам, конечно, такой вариант не подойдет. И надо делать по периметру перегородки, как в дельфинарии. Так что смотрите по себе. Тем не менее, даже если в эту ванну заплывет морской котик, отступы от стен у ванны позволяют без проблем убрать воду, если она вдруг образуется. А теплый пол поспособствует скорейшему высыханию. К тому же в квартире есть еще душевая. Обратите, кстати, внимание, что дверь в душевую с одной стороны темно-серая под коридор, а с внутренней стороны она выкрашена в белый цвет, как и весь душевой санузел. В душевой можно бодро и активно помыться тем, кто не хочет неторопливо отмокать ванной. Так что эти разные задачи просто разводятся на разные помещения. Как устанавливать такую ванну? Какие здесь есть нюансы? Почему для такой ванны стеклянная стена даже лучше, чем стена из плитки? И почему я не страдаю, когда мою здесь все вокруг? И почему я не боюсь, что у меня тут все заплесневеет, разведется грязь и ужас? В общем, про все это, про все эти ваши опасения я знаю. Если я увижу какой-то живой интерес в комментариях на эту тему, я могу снять ролик отдельный, посвященный отдельно стоящим ваннам и как за ними ухаживать. В санузле на стенах частично плитка с текстурой ткани матовая, частично краска Little Green Egg Shell, заколерованная в оттенок NCS. В видео о выборе краски было много вопросов о том, краску какого производителя я использую. У меня нет какого-то одного фаворита, все зависит от палитр производителя и от задач. У себя в квартире я использовала краски двух производителей, Little Green и Designer's Guild. И закупала их в Manders, где представлены и другие бренды хороших красок, с которыми я работаю уже очень давно. В ванной у меня спланировано открытое хранение с помощью вот таких вот металлических полок со стеклянным основанием. Открытое хранение подразумевает небольшое количество всех предметов, которые здесь выставлены на нем. И это, в принципе, определенного рода философия. Я за минимализм и за рациональное потребление. И я против вот таких вот интерьеров, которые полностью заставлены огромным количеством средств по уходу за собой, которым человек даже и не пользуется. На самом деле нам не так много нужно для счастья. Вот. Дальше здесь еще из металла вот такой вот держатель для полотенец. Полотенца здесь сохнут с помощью теплого пола. Еще здесь есть два вот таких вот скрытых люка под покраску. Под одним из этих люков находятся счетчики. Под другим люком находится еще одно хранение, которое организовалось в нише над инсталляцией. В ванной еще смотрите, какой есть держатель для туалетной бумаги. Он встроенный в гипсокартонную стену. И это нужно для того, чтобы туалетная бумага особенно не выпендривалась на фоне плоскости стены. В этом санузле он черный, в душевой он серебряный. Зачем в ванной стеклянная стена? Этот вопрос задают все, кто когда-либо сюда приходил. Во-первых, это красиво. Во-вторых, это хозяйская зона, и гостей тут не будет. В-третьих, пространство становится очень открытым и творческим. В ванную может проникать дневной свет, и это совершенно иное ощущение от пребывания в интерьере. Верхний свет днем здесь, в принципе, можно не включать. А если свет здесь выключен со стороны спальни из-за того, что стекло имеет свойство отражения, находящегося в санузле вообще не видно. Есть еще плотная шторка, чтобы была возможность открыться или закрыться в ванной. Есть, конечно, стекло, которое меняет матовость, но я его сюда и не выбрала по своим субъективным соображениям. Раковина пьедестал, вода проводится через пол, внутрь можно залезть через заднее отверстие этой раковины, если вдруг кому-нибудь эта информация интересна и нужна. Смеситель здесь дзен-фонтанчик, дизайн которого, я думаю, вдохновлен природными ручейками и восточной философией. Мне очень давно хотелось попробовать такой каскадный смеситель на себе, такой маленький домашний водопадик-ручеек. Смеситель в душевой, кстати, с интересным поворотным механизмом. У него совершенно другая логика открывания. Он сначала включает холодную, потом теплую, а потом горячую. А чтобы выключить его, надо выкрутить обратно. В душевой стоит очень классный смеситель Hansgrohe с термостатом и полочкой. А еще здесь есть подсветка, которая подчеркивает фактурность плитки. Я люблю оставить только ее и мыться в таком вот театральном и расслабляющем полумраке. Такая же подсветка есть в ванной у шторы. Смеситель у ванной установлен в пол. Еще обратите внимание на два эмоциональных момента, которые мне вот тут очень нравятся. Значит, первый это вот этот столик, который вырезан специально по шаблону. И его делали мебельщики, которые здесь делали всю остальную встраиваемую мебель. И они как-то долго с ним возились, но полюбили и назвали коренделек. И несмотря на то, что он не очень похож на коренделек, название как-то прижилось. Теперь он называется коренделек. И, значит, на него здесь можно поставить и какие-то вкусняшки, ягодки, напитки, книгу. И одновременно с этим, благодаря его изогнутой форме, можно включить смеситель и будет наливаться вода. В общем, очень удобно. И еще здесь есть вот такая штора, которой можно при необходимости закрыть это стекло с помощью вот такого штора водителя. Такой вот палочки. В санузлах полы выведены с общим уровнем пола в квартире, чтобы робот мог везде проехаться и убраться. А в мокрых точках установлены аквастопы, так что в случае чего вода просто перекроется. Еще тут есть зеркало, которое тоже имеет свою подсветку, подчеркивает рельефную фактуру плитки и подсвечивает лицо без ослепляющего эффекта. Я вообще очень внимательно отношусь к освещению, и в этом интерьере получилось сделать так, чтобы источников света не было видно. Ничего не слепило и не оставляло вот этих вот цветных пятен, когда вы закрываете глаза. Знаете это чувство, да? От режущего света тоже можно устать. Если вкратце, то свет тут везде с узким углом, без рассеивателя или со скрытым источником свечения. Я как-нибудь, возможно, запишу материал на эту тему отдельно. Трековые светильники есть как встроенные в гипсокартон, так и накладные, поворотные. И так как ни у одного производителя нет идеальных решений во всех типах светильников, Все светильники в интерьере в квартире, как трековые, так и обычно, это микс от пяти разных производителей. Ну и теперь переходим в спальню. Кровать здесь с высоким матрасом на подиуме, за кроватью вместо изголовья мягкие панели, и вокруг есть интересные конструкции. Конструкции здесь собраны из таких же металлических профилей, из каких собраны полки в санузле. Но здесь они обрамляют зону тумбочки. Тумбочка здесь представляется вот таким вот ящиком, который узкий, но глубокий, 50 сантиметров. А над этим ящиком находится светильник, который светит в угол, и за счет того, что свет отражается от белых поверхностей, мы получаем очень мягкое, рассеянное и приятное для глаз освещение, которое расслабляет, а не напрягает. И еще вот этот светильник выровнен по высоте с картиной. Но это не совсем картина. Здесь в нижней части багета есть специальная выемка для пальцев, и если за нее потянуть, можно увидеть, что это на самом деле очень красивая большая ручка шкафа. Что касается картин. Для этого интерьера я нарисовала 6 картин. 4 в прихожей и 2 здесь для спальни. Я знаю, что среди вас очень много любителей предметного искусства. То есть, многим нравится, чтобы на картине было нарисовано что-нибудь конкретное. Например, персик, человек или какие-нибудь медведи в каком-нибудь лесу. Тогда эта картина будет понятна. Люди не понимают абстракции. Но мне кажется, что в интерьере абстракции смотрятся лучше всего. Потому что они не уводят смотрящего ни в какой конкретный образ. А смотрящий просто наблюдает за красивой композицией, за красивыми изгибами линии или каких-нибудь кругов, пересечений, что угодно. Важно здесь то, что главным в интерьере остается человек. Но он периодически может попадать взглядом на какую-то молчаливую красоту, которая не навязывает никакой конкретный образ. А просто передает вот это ощущение спокойного и сосредоточенного прикосновения кисти к полотну. Когда я придумывала, что вот эти картины должны изображать, что они на самом деле висят на стене и за ними как будто бы нет никакого шкафа. У меня был определенный план, как их крепить к фасаду и как это можно реализовать. Но когда мы уже начали более предметно общаться с мебельщиками, которые взялись за реализацию мебели на этом объекте, план по созданию вот таких вот фасадов менялся, наверное, раз пять. Они очень втянулись в этот креатив. И в итоге было изобретено решение, когда вот этот вот багет с картиной, без швов, без дополнительных стыков, совершенно невидимым, но очень надежным образом и без клея, держится, вот, крепится к этому фасаду. И все это смотрится очень аккуратно и красиво. На противоположной стене тоже широкоформатные флизелиновые обои на заказ с адаптированной каллиграфичной абстракцией. Рисунок, который повторяет телевизор Samsung, это специальная интерьерная модель The Frame, которая плотно прислоняется к стене, благодаря специальному самсунговскому креплению и строению корпуса телевизора. Поэтому, когда заходишь в спальню, не видишь никаких проводов и креплений. Здесь в консоли под телевизором установлен такой же модуль One Connect, который помогает избежать огромного количества проводов на видном месте. Подробнее об этих решениях с телевизорами я уже рассказывала в другом своем видео. Единственное, что тогда вызвало вопросы в комментариях, это вентиляция. Разумеется, придвинуть вплотную к стене можно не любой телевизор. Поэтому эти модели были сконструированы инженерами так, чтобы их можно было повесить вплотную к стене, и это не мешало его охлаждению. Еще было много вопросов в духе, а что, еще кто-то смотрит телевизоры? Здесь не стоит путать телевизор и телевидение. Я, к примеру, даже не проводила ТВ-антенны к этим телевизорам, а просто провела интернет-кабель, чтобы телевизор выполнял функцию большого монитора, по которому я могу смотреть YouTube, кино в онлайн-кинотеатрах, или выводить любую информацию с компьютера. Разрабатывая проекты для клиентов, я всегда опираюсь на их вкусовые предпочтения. А в этом интерьере я сделала все так, как люблю именно я. Пишите в комментариях, что вам больше всего понравилось в этом интерьере, что больше всего заинтересовало, и, возможно, есть какие-то дополнительные ролики по этому интерьеру. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если еще это не сделали. Всем дизайн! Субтитры подогнал «Симон»!